Мойте руки перед едой. Это выражение в последнее время стало не просто просьбой, а жестким наставлением. По всей России фиксируют новые вспышки сирозного менингита. Ростов, Липецк, Москва, Астрахань, Адыгея. Случаи заболеваний зарегистрированы уже в нескольких регионах. Все больше детей оказываются в больницах. Но это не эпидемия, заверяют медики. Скорее, сезонная вспышка, поэтому детские сады и загородные оздоровительные лагеря закрывать пока не планируют. В Чувашии, по данным Минздрава, обстановка спокойная. Но, как говорится, береженого Бог бережет. Мои коллеги обратились к главному педиатру Минздрава соцразвития Чувашии Ларисе Ноктевой, чтобы узнать, как уберечься от летнего гриппа. По последним данным, в Москве с интервирусной инфекцией госпитализированы 10 детей. У семерых из них подтвержден диагноз сирозного менингита. В городе Елец в больнице оказались более 50 человек. У половины все признаки заболевания. Высокая температура, головная боль и рвота. Именно дети в группе риска. Ребенок, если он маленький, не может пожаловаться на головную боль, меняется его поведение. Он становится либо вялым, либо становится возбужденным, испытывая сильную головную боль. Результатом головной боли становится рвота. Затем признаки интоксикации. Состояние ребенка утяжеляется. Мама это должна заметить, это должна увидеть и вовремя обратиться к медикам. В Чувашии на сегодняшний день речи об эпидемии или какой-то вспышке энтеровирусной инфекции не идет. Ситуация стандартная. Если говорить на сегодня, в детской инфекционной больнице у нас находится более 80 детей. Из них шестеро детей, которым диагноз ставится менингит под вопросом. Двое из них уже выделены возбудителем. Один гнойный менингит, второй энтеровирусный менингит. А вот остальные детки пока еще с неуточненными диагнозами. Но состояние стабильное. И в принципе все под контролем. Вспышки серозного менингита в разных городах вполне закономерны, говорят специалисты. Так бывает каждое лето, особенно в жару. Ни о какой эпидемии речь не идет. Энтеровирусы всегда чаще распространяются летом с водой при купании. Ситуация в Чувашской республике у нас на сегодня довольно-таки стабильная. В плане инфекционных заболеваний. Если говорить о статистике, то ежегодно в Чувашской республике регистрируется около 30-35 случаев менингита. В зависимости от возбудителя клиники данное заболевание. Бывают гнойные, серозные менингиты. Основная часть детей, это конечно же дети младшего возраста. Младшего школьного возраста, грудничкового возраста. На сегодняшний день, за 6 месяцев этого года, за менингит перенесли 14 деток. Псирозные менингиты – одно из проявлений интеровирусной инфекции. А вообще типов вируса более 70. Например, гнойный менингит вызывается бактерией пневмококом. Он никак не связан с интеровирусом. Заражение происходит в основном фекально-оральным путем. То есть это пищевой путь передачи через грязные руки, через некипяченую воду. Через воду, если ребеночек купается, допустим, в водоеме, и там есть возбудители, он, естественно, заглатывает эту воду. Происходит заражение таким образом. Возбудители могут размножаться на испорченных пищевых продуктах. Молоко тоже самое испорченное. Молочные продукты. То есть основной путь передачи – это все-таки пищевой, контактный. Сирозный менингит при правильном лечении проходит практически без последствий. И уменьшить риск заражения тоже можно, утверждают специалисты. Прежде всего нужно соблюдать элементарные правила личной гигиены. Самое главное – мыть руки перед едой. И вообще лучше всегда и везде. Пить только кипяченую воду, не купаться в загрязненных водоемах. Чаще проводить влажную уборку помещений, тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением. А лучше ошпаривать кипятком. Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Андрей Шоклев, Республика.